Мажем крышки. Крышки надо ставить так, как снимали. На крышках номера есть, но они непорядковые номера. У них свои номера на этом двигателе. Или же метить самому и ставить уже по своей маркировке. Готовое до accompl к vir Chemistry. Использую машину. Дорогие. Так, вот эту крышечку, ее надо будет немножко снизу помазать герметиком, вот здесь вот. Край я помазал герметиком. И аккуратно теперь подтягиваем равномерно, чтобы не сломать распредвал. Но перед этим сейчас поставим сальник распредвала. Сальник распредвала мы будем использовать оригинальный, 9311-38-067. Сейчас посмотрим его размер, если есть. Так, размера на нем нет, не указано. Устанавливаем сразу сальник распредвала. Он далеко не садится, он садится вот до этой кромки. Вот он. И затягиваем. Субтитры сделал DimaTorzok. Круто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я такие вещи затягиваю от руки, я так привык Ну, кто хочет по книге, затягивайте Это будет правильно Все, вал и один и второй мы протянули Не забывая откручиваем фиксирующий болт, который мы фиксировали шестерню на выпускном распредвале Вот я его снял Все, здесь мы сделали Сейчас берем новую прокладку клапанной крышки И устанавливаем ее Вот эта у нас шевельнулась, оторвем ее и посадим заново на герметик Обезжириваем места, где у нас будет герметик Вот такой обезжириватель И вот эти уголки Сюда мы тоже мазанем герметиком Так, вот эту заглушку намазал герметиком Ставим ее И прижимаем немножко Так, берем уголки Тоже подмазываем Помыл клапанную крышку Устанавливаем новую протапку И устанавливаем нашу крышку В ремкомплекте идут вот такие новые Уплотнительные Конуса И закручиваем гайки Гайки здесь на 30 Уbug Пое não И у их Отдельно Дорong Гайки Дорог Гайки все немножко протягиваем устанавливаем нашу переднюю крышечку и затягиваем устанавливаем шкив распредвала сделал ошибку шкив распредвала не затянул когда была снята клапанная крышка надо было затягивать это да но придется сейчас его фиксировать и затягивать поверну его когда ремень поставлю уже упрусь здесь в болтик и пистолетом маленько затяну это недочет заменим датчик давления масла как помните тот у нас бежал поставим facet facet или facet 70 114 вот такой вот датчик разъема как под оригинальный накидной ключ на 24 датчик вот здесь стоит сзади головки резьба у него коническая поэтому когда будете тянуть чтобы не сорвать здесь на датчике резьбы герметика нет здесь был немножко мазанем герметика герметика совсем чуть-чуть по резьбе сильно не тяните так ну что устанавливаем сейчас на место насос гидроусилителя ставим шкив маслонасоса головка на 12 зафиксирую его через отверстие отверткой металлической через корпус все затянули маслонасос ставим шкив ремня гры и подгоняем сразу вал по метке метка вот она отлив и зуб закрепил гидроусилитель теперь устанавливаем новые свечи новые свечи у нас будут оригинальные по дэнсу они идут К20 ТР11 а по оригинальному номеру идут 90 919 011 98 вот такая ТРовская двухэлектродная свеча вот поджимаем свечку вот поджали и теперь на четверть оборота дожимаем ее все дальше не надо так же вот поджали и дальше на четверть оборота все дальше не затягивайте аналогичным образом закручиваем все остальные давайте пока здесь удобно пока двигатель еще не поднял заменим топливный фильтр топливный фильтр мы поставим фирма Масума МФФ Т107 стоит он у нас на правом лонжероне вот видно его вот он сейчас мы его откручиваем и устанавливаем новый что я получается открутил сзади ключиком на 14 на 17 держал фильтр то есть на 19 там на фильтре шестигранник держал фильтр а на 14 открутил сзади штуцер вытащил и снова фильтр оставил заглушки чтобы бензин не побежал сверху кронштейн болтик на 8 открутил его и сейчас выдвигаю фильтр и задвигаю уже на его место новое сзади Смотрите продолжение в следующей части. Здесь фасочки, вот в эти изгибы вставляем их и закручиваем к помуту. Вставляем трубку и штутор закручиваем. Смотрите продолжение в следующей части. Таким образом меняется фильтр. Сейчас затягиваем его и все. Все, фильтр затянул. Теперь устанавливаем наш впускной коллектор. Для этого мы сейчас устанавливаем новую прокладочку. И уже ставим коллектор. Наживляем его. Коллектор затянул. Теперь под коллектором у нас идет вот эта труба. Устанавливаем ее. Сзади одеваем по трубке. КОНЕЦ Затягиваем. Теперь мы устанавливаем нашу опору вентилятора, подшипник. Тремя болтами головка на 14. Затягиваем. Устанавливаем топливную рампу. КОНЕЦ 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Затягиваем. НСПОКОЛЬНАЯ МУЗЫКА Все, рамку установили на место. Теперь равномерно с двух сторон ее подтягиваем и ставим кронштейны, которые здесь у нас крепежные, дополнительно откручивали, тоже их сразу все прикручиваем. Затягиваем и идем устанавливать кронштейн вместе с катушками. Ставим кронштейн. Видите, сейчас мы поменяем провода новые. Возьмем. Затягиваем кронштейн. Затягиваем кронштейн. Затягиваем кронштейн. Затягиваем кронштейн. Затягиваем кронштейн. В комплекте идут вот эти защелки новые. Снимаем. С первого начнем. Первый у нас самый короткий. Теперь снимаю второй и третий. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. И ставим четвертый. Теперь можно их между собой здесь закрепить. Все провода мы заменили. Теперь мы устанавливаем ролики и ремень ГРМ.